Как известно, Беларусь освобождали от фашистской оккупации войны трех белорусских и первого прибалтийского фронтов. Последним командовал Иван Баграмян. Военачальник прошел путь от рядового до маршала. Это очень важно, что мы сегодня вместе предъявляем всем, особенно тем, которые стали пересмотреть неоспоримую историческую правду о той войне нашего с вами общего маршала, добивший вместе с другими великую одну на всех неразделимую победу. Иван Христофорович Баграмян родился 2 декабря 1897 года в армянском селе Чардахлы, которое дало миру семь героев Советского Союза, двух маршалов и 12 генералов. В декабре 1943-го первый прибалтийский фронт Баграмяна провел городокскую операцию. Она завершилась освобождением 1220 населенных пунктов Витебщины. В 1944-м в ходе наступательной операции «Багратион» войска маршала освобождали северные районы Беларуси, Литву и Латвии, разгромили курлянскую группировку вермахта. Выставка вместила все периоды жизни легендарного полководца. «Белорусы сохранили эту память. Белорусы смогли преодолеть эту конъюнктуру, которая уничтожает человека, уничтожает будущее. Потому что память – это будущее, это история, которую молодежь наша должна хранить». Выставку, посвященную 120-летию маршала Баграмяна, подготовили сотрудники Музея военной истории совместно с Фондом армяноведческих исследований АНИФ и Белорусским общественным объединением ветеранов. Первыми ее смогли увидеть старшеклассники, курсанты и студенты. Экспозиция еще раз напомнила о том, что их деды и прадеды унесли решающий вклад в великую победу, и потомки вправе гордиться подвигом предков. И помнить, какой ценой завоевано счастье – жить в своей стране и под мирным небом. Леонид Дубаневич, Антон Нихай, телекомпания Воен-ТВ. Специально для программы «Наше утро».